Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного пособного хозяйства. И сегодня немного поговорим о клубнике, а именно об уходе за ягодой перед цветением. В этом году у нас крайне холодная весна и сроки цветения немножко припоздали. Обычно клубника в наших условиях в Минской области зацветает в первой декаде мая. В этом же году, в лучшем случае, она зацветет только в конце мая. В конце апреля я подкармливаю клубнику азотным удобрением, и она пошла в рост. Уже наросли хорошие листья, и вот-вот появятся цветоносы. В этот период клубника требует подкормок и определенного ухода. И сегодня я расскажу, что сделать с клубникой, чтобы получить хороший урожай. В первую очередь, перед цветением клубнику нужно подкормить. Она нуждается в этот период больше всего в калии, для хорошего цветения, образования ягода и вкуса ягод. Но нужно заметить, что не всю клубнику нужно подкармливать. Клубнику, которая посажена осенью, в подготовленную почву, где были внесены все необходимые удобрения, в первый год посадки можно не подкармливать. Клубнику же 2-го и 3-го года подкармливать нужно в обязательном порядке. Я использую для подкормки обычную древесную золу. В ней содержатся необходимы калий, кальций, фосфор и полезные микроэлементы. Для подкормки я использую настой золы. Для приготовления настоя потребуется 1 стакан золы, 1 стакан 9% уксуса на 10 литров воды. Готовым настоем проливаю кустики клубники. Под каждый кустик примерно 300-500 мл раствора. Зрители часто спрашивают, зачем при такой подкормке нужен уксус. Уксус нужен для хорошего усвоения кальция, который содержится в золе. Дело в том, что кальций крайне необходим для клубники, ведь он отвечает за нормальное развитие и за здоровье клубники. Если кальций не будет хватать в почве, клубника будет подвержена различным заболеваниям. А еще в золе содержится такой нужный микроэлемент, как бор, который отвечает за увеличение количества завязей. Поэтому зола так хороша для подкормки клубники. После подкормки нужно приступить к борьбе с вредителями. Самыми основными и злостными вредителями являются малиново-земляничный долгоносик и земляничный клещ. Клещи выпивают соки из клубники, из листьев, цветов и цветоносов. Клубника просто увядает на глазах. Порой можно заметить такую картину, когда в период созревания ягоды цветоносы засыхают. И даже сами ягодки мумифицируются, засыхают. Это значит, что клещ выпил все соки из нашей клубники. И урожая хорошего не приходится ожидать. Малиново-земляничный долгоносик повреждают в первую очередь бутоны. Отгрызает их и откладывает туда своих личинок. Урожайность также падает. И можно потерять вплоть до половины урожая клубники. Какими же препаратами пользуюсь я? Перед цветением я пользуюсь биопрепаратами. Так как многие химические препараты являются системными, могут накапливаться в тканях растений, в ягодах. А урожай с химией кушать как-то не очень хочется. Поэтому разумнее использовать в этот период, опять же, биопрепараты. Я использую фитоверм. Он отлично справляется с земляничным клещом. А против долгоносика использую битоксибацилин. Это биопрепараты, которые не несут вреда природе и отлично уничтожают перечисленных вредителей. Нужно еще отметить, что в этом сезоне многие дачники жалуются на увядание клубники. Самой частой причиной такого состояния растений является повреждение личинками хруща. Часто хрущи, личинки, подъедают корни клубники и кустик начинают вянуть. Если раскопать землю, то можно заметить отгрызенные корни. А если копнуть еще поглубже, можно заметить и самих личинок. Чтобы исправить ситуацию, если вы заметили такой увядающий кустик, выдерните кустик из земли, раскопайте почву и достаньте, уничтожьте личинок. Затем посадите кустик обратно и полейте водой. Он сможет, если корень не объеден до конца, вновь укорениться. Против хруща можно применять опять же различные препараты. Это могут быть биологические препараты. Например, хорошо справится такой известный всем биопрепарат, как метарезин. Это почвенный гриб, который минерализуют вредители в почве. Раствором проливают грядки с клубникой. Понадобится 1 чайная ложка препарата на 10 литров воды. Если повреждения хрущом значительные и грядки у вас чахнут просто на глазах, без химии не обойтись. Тогда придется использовать специальный химический препарат для личных подсобных хозяйств и приусадебных участков. Называется ВАЛАР. Опять же, раствором препарата проливают грядки с клубникой. Завершающий этап работы на ягодниках весной – это, конечно же, мульчирование. Почва уже достаточно прогрелась. Она выше 12 градусов тепла. Если почва в вашем регионе еще не прогрелась, она холодная, не достигла плюс 12, то мульчировать не стоит. Ведь при мульчировании холодной почвой затормозится развитие и рост растения, и урожай вы получите примерно на 2 недели позже. Для мульчирования можно использовать различные материалы. Я использую в основном ржаную солому. Второй материал – это черный спонбонд. Черный спонбонд имеет массу плюсов, но имеет свои недостатки. Из плюсов могу отметить то, что он пропускает воздух, воду, и под ним не растут сорняки. А главный плюс в том, что черный спонбонд нагревается на солнце, а значит клубника вступает в более раннюю вегетацию, и цветение у нее примерно на 7-10 раньше, чем на клубнике, посаженной в грунте. Значит и созревание урожая более раннее. Из минусов могу отметить то, что под спонбондом нельзя подрыхлить почву, и она со временем сильно уплотняется. Пожалуй, это единственный недостаток, который я могу назвать. Многие жалуются, конечно, на муравьев и слизни под спонбондом, но у меня такой картины не наблюдается. А еще вам хочу порекомендовать одну хорошую вещь для отпугивания птиц. У меня есть вот такая пугалка. Она сделана из пластика. Это хищная птица, сова. Вот такие пугалки я вешаю на палки, на деревья, и во время созревания урожая птицы не будут портить ваш урожай, не будут клевать ягоды. Они думают, что это настоящие птицы и улетают с вашего огорода и сада. Поэтому, если есть возможность, где-то в интернете поищите и приобретите себе такие вот штуки. На этом все. Надеюсь, вы выполните все работы у вас на ягодниках, и летом соберете хороший урожай вкусной ароматной ягоды. Спасибо за подписку и лайки. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok